Роман Владимирович, уважаемые друзья, прежде всего приветствую вас в Беларуси. Пускай мы не достигли огромных высот в товарообороте, это 205-210 миллионов долларов, но все-таки мы видим приличный прирост. Нюанс один у нас отрицательная сальдо, но мы готовы нивелировать этот недостаток. Главное есть с чем. Мы очень признательны за тот интерес, который вы проявляете к развитию сотрудничества с нашей страной. Курская область является очень важным торгово-экономическим партнером для нас, и особое внимание необходимо нам сегодня сосредоточить на и более перспективных направлениях взаимодействия строительства, особенно промышленной кооперации в силу сложившихся обстоятельств, агропромышленном комплексе, где имеются еще незадействованные резервы. Мы готовы участвовать в реализации программ модернизации ключевых секторов экономики Курской области, особенно в силу того плана, который вы разработали, по-моему, на десятилетие. И думаю, что Беларусь в реализации этих планов найдет свое место. Нам необходимо переходить от простой торговли к созданию совместных производств. Перспективным представляется создание совместных предприятий, может быть, начиная со сборки какой-то техники, которая нужна будет в вашем регионе. Наша страна приобрела успешный опыт реализации кооперационных проектов по выпуску практически всей техникой, и тракторов, и комбайнов, сельхозтехники другой, автомобильной техники. Можем поделиться наработками с курскими коллегами. Располагаем необходимыми ресурсами для участия в программах импортозамещения. Я уже об этом говорил, мы с президентом Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили конкретные проекты россиянам, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. И для этого россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемого критического импорта, нам будет очень сложно развиваться. Мы заинтересованы в наращивании поставок в ваш регион карьерной техники, грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной, дорожной. Вы это все хорошо знаете. Насколько я понимаю, вы приняли там амбициозную задачу по своему плану развития в десятку лучших регионов в Айти Российской Федерации. Достойно. Хотелось бы, чтобы наши соседи это место заняли. И чем ближе наверх, тем лучше. Мы к этому готовы. Мы готовы участвовать. Мы готовы оказывать вам услуги по капитальному ремонту жилья, проектированию, проведению инженерных изысканий. Готовы строить под ключ, готовы поставлять вам лифтовое оборудование. Знаю, что в любом городе, как в Беларуси, так и в России в этом нужда есть. Мы можем успешно дополнять, как я уже сказал, сферы агропромышленного комплекса друг друга. Здесь у нас наработки есть определенные, и вы тоже о них знаете. Готовы представить современные технологии и оборудование по водоочистке, водоотведению. Чистая вода – это здоровье человека, это каждый понимает. В Беларуси эта программа успешно реализуется. Если нужно, мы можем подключиться и к реализации подобных направлений на вашей территории. Еще раз хочу подчеркнуть, что все, что я называл, мы готовы делать под ключ. Не просто торговать, поставлять что-то в вашу область. Не без этого, конечно, но вы должны понимать и знаете, что продать – это одно. А вот создать совместное производство, спроектировать что-то, построить нужное из социальных объектов, промышленных объектов – под ключ. Мы можем за это взяться и готовы нести за это ответственность. Мы знаем, что по цене-качеству конкурентов у нас даже в мире трудно будет найти. Все хотят заработать огромную сумму, побыстрее построить, неважно как. Мы люди ответственны. У нас мощный государственный сектор мощнейший. Мы его не развалили. Ну а в силу того, что государство стоит за спиной госкомпаний, строительных трестов, оно и несет ответственность, соответствующую на государственном уровне. В словом, если вы решите работать с Беларусью, я могу гарантировать полную ответственность наших компаний, частных и государственных в этом деле. И готовы отвечать за их работу на вашей земле. Я от себя лично, от всей нашей большой делегации хочу поблагодарить вас, Александр Григорьевич, за возможность встретиться. И вы нашли время в своем графике. Для нас это большая честь. Поверьте, я возглавляю делегацию от Курской области. У нас больше 40 человек приехало. Это не только мои заместители, руководители профильных комитетов. Это и все четыре ректора наших государственных университетов на территории Курской области находящиеся. Это руководители крупного бизнеса, предприниматели по всем направлениям. И мы действительно работали и вчера на площадке БелАгро. Сегодня мы посетим выставку, форум, посвященную IT. Для нас это тоже Республика Беларусь является примером по некоторым направлениям. Поэтому этому направлению придаем также большое значение. Вы подчеркнули, что товарооборот пусть небольшой, но рост значительный. Если мы в прошлом году, вы назвали цифру, как выросли. Но за три месяца этого года в 1,8 раза вырос товарооборот. И это может быть, конечно, в большей степени из-за тех ограничений, которые нам объявили недружественные страны. Но и мы видим для себя это как окно возможностей. Воспринимаем это как дополнительный импульс для совместного развития. Я хочу поблагодарить белорусских строителей, которые работают на территории Курской области. Вы знаете, у нас строится атомная станция замещения, два реактора. У нас в областном центре уже несколько лет реализуется проект строительства так называемого белорусского квартала, где белорусский застройщик строит жилье. И уже порядка 80 тысяч квадратных метров построено. И в ближайшие несколько лет мы доведем эту цифру до 150 тысяч. Мы предоставляем земельные участки, оказываем содействие в подключении инженерной инфраструктуры. В целом жилье для нас это одно из основных направлений. Если говорить еще про строительство, мы с вашими коллегами уже сегодня обсудили использование ресурса проектного института государственного, который есть в Минске, с тем, чтобы задействовать по проектированию объектов инфраструктуры на территории региона. Вы уже используете BIM-технологии так называемые, они перспективные, и Российская Федерация стройка уже перешла на BIM. Отрадно, что ваши проектировщики работают тоже в этой части.